Итак, во второй главе стих второй, хроники, книга вторая, говорится «22-х лет был Охозия, когда воцарился и один год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Гафалия, дочь Амврия. Это верно?» Да, но в другом месте приводится другой текст. Но я согласен с вами на 100%. Мне не нужно читать текст, я знаю его. А какая еще версия существует? Вы сказали, что есть другие записи. Некоторые приводят разные версии его возраста. Я говорю о том, что разные источники упоминают другие версии его возраста. Я согласен с вами. Получается, что в Библии есть противоречия? В Библии абсолютно нет никаких противоречий. Там нет абсолютно ни одного противоречия. Подождите, подождите. Хорошо, хорошо, дайте мне сказать. Когда Господь говорит о своем совершенстве, Он говорит, что Он единственный истинный Господь. Мудрый, и Он сотворил все по своей воле. Господь говорит истинную правду. Человек может солгать, но Господь правдив. Подождите. Я слушаю вас. Давайте подумаем, как мы описываем качество Господа. Он вне нашего ограниченного восприятия. И когда Он говорит, помните, мы упомянули Его совершенство, Он не лжет. Так вот, Он говорит, что святые люди писали о том, что их мышцы оставались неподвижными, то есть они были словно обездвижены. Настолько они были тронуты тем, что они прочли. Их интеллект, их мозг был затронут соприкосновением с Духом Всемогущего Господа. Итак, нам надо верить в то, что Господь говорит правду. Что Он отправил посланников с откровениями. Эти откровения нашли отклик в интеллекте человека, его природной сущности. И все это описали святые люди. А как они стали святыми? Как кто-то становится святым? Ответьте на этот вопрос. Вы скажите сначала свою версию. Нет, вы отвечаете на вопрос. Хорошо, хорошо, через минуту мы поговорим об этом. Нет никаких проблем. Это согласно тому, что вы говорили. Подождите, подождите, я не прервал вас, когда вы говорили. Посмотри, сколько людей пришло с вами. И вы все здесь, чтобы противостоять не одному. Вы все мне должны, если проиграете. А, так все-таки это из-за денег. Нет, я это делал не ради денег. Итак, во второй главе, стих второй, хроники, и книга вторая, говорится. «22 лет был Охозия, когда воцарился и один год царствовал в Иерусалиме». Имя матери его – Гафалия, дочь Амврия. Теперь, поскольку вы сказали, что в Библии нет противоречий, и вы сказали, что Господь говорит правду и не совершает ошибок, но в этой же главе встречаются слова о том, что ему было 42 года, когда он стал царем, и правил один год в Иерусалиме. Как могло так быть, что ему одновременно 22 года и 42 года? Это только выглядит как противоречие, и воспринимается вами как противоречие, но это не является противоречием. Это только вы так воспринимаете. Приведите довод, что это не противоречие. Позвольте задать вам вопрос. Сначала ответьте на мой вопрос. Я отвечаю на вопрос. Как могло быть так, что ему одновременно 22 года и 42 года? Этот вопрос остается открытым. Позвольте, я помогу своему брату. Пожалуйста. Спасибо Иисусу. Позвольте мне помочь моему брату. Говорите по очереди. Я даже не знал, о чем он будет говорить, и мне скоро нужно уходить. Я хочу понять рациональность вашего вопроса, к чему он? Это просто вопрос. Мы мирно, спокойно общаемся, мы никуда не спешим. Расслабьтесь и говорите, я весь во внимании. Мы знаем, что эти тексты были переведены с иврита на греческий и далее на другие языки. Но не в случае с Новым Заветом. Подождите, подождите. Мы также знаем, что дьявол живет среди людей, и он постоянно вмешивается. И мы знаем, что его задача — посеять замешательства среди людей. Он хочет, чтобы люди ошиблись и отошли от того пути, по которому им надо было идти. Дьявол никогда не спит. Он не дремлет. Как мы можем убедиться в том, что это проделки дьявола, которые сбивают людей? Есть два ключевых момента, которые явно позволяют нам в этом убедиться. Послушайте, что это за два момента. Первый — это искренность, с которой человек делает что-то. И второй — правильная мотивация. Почему вы ищете это? Что вы пытаетесь понять? Если эти два фактора отсутствуют, то дьявол вмешается во все сферы вашей жизни, и вы утратите способность видеть истину. Вот что я пытаюсь сказать. Сначала ответь на его вопрос. Я сейчас покажу и докажу вам. Вы ничего не показали мне пока. Я пытаюсь сказать вам, что непонимание текста — это кажущееся противоречие могло возникнуть вследствие неправильного перевода. Послушайте, мой друг, это вполне могло произойти, дьявол мог обмануть людей, и те перевели неправильно. То есть дьявол обманул тех, кто писал Библию? Подождите, подождите. То есть дьявол обманул тех, кто писал Библию? Я правильно вас понял? Он знает, что это абсолютно истина, и он делает так, что люди не ценят ее. Но ему не удалось полностью обмануть людей. Он лишь пытается манипулировать ими. Он искажает слова, чтобы сбить людей с истиной. Но есть причина, почему он так делает. Он знает абсолютную истину. Он не делал бы всего этого, если бы это не было истиной. А теперь мне нужно уходить. Вот мой ответ. Я ответил на его вопрос. Он не со мной, я не согласен с его словами. Как вас зовут? Хибру. А как вас зовут? Грейт. Итак, Хибру не с вами. Можно задать вам вопрос? Давайте мы сначала завершим с ним. Хибру, так вы не с этим человеком, которого зовут Грейт? Нет, я здесь никого не знаю. Я приехал издалека и просто подошел к этим людям. Хорошо, я вас понял, я вас выслушал. Позвольте теперь мне сказать. Конечно. Говорите, пожалуйста. Спасибо, позвольте мне прояснить. Вас зовут Хибру и вы христианин. Да, стараюсь быть хорошим христианином. Да сделает Всевышний вас хорошим мусульманином. На указанное мной противоречие в тексте вы сказали, что дьявол манипулировал авторами Библии и исказил текст при переводе, что стало причиной возникновения противоречия в Библии. Таким образом, изменение в Библии – это работа дьявола. Так возникло противоречие? Да. Интересно. Я не согласен с этим. Позвольте мне закончить. Позвольте мне закончить. Хибру, я ценю вашу честность. Он не со мной. Да сколько можно это повторять? Я понял, что вы не вместе. Хибру, теперь мой вопрос к вам. Если вы верите, что дьявол вмешался и внес изменения в Библию, как вы можете искать спасение в книге, которая подверглась изменению со стороны дьявола? Наша проблема не в Господе. Господь всегда на нашей стороне. Но если мы плохо знаем своего врага, он обманет нас. Я очень хорошо его знаю. Вот почему я трачу свое время на то, чтобы понять, почему он так поступил. Как только я пойму причину, я легко продолжу свой путь и обрету свою искренность и истинную мотивацию, о которой я говорил выше. Ну а пока ты читаешь Библию, которая была изменена... Когда Тайсон боксировал соперником, он производил определенные действия, которые приводили его к цели. Если мы не будем знать натуру дьявола, он затащит вас в ад, поверьте мне. Дайте мне сказать. Сейчас я только закончу с ним. Как вас зовут? Меня зовут Джозеф Бенджаман. Да, очень впечатляющее имя, я понял вас, Джозеф. Вот и все, что я хотел сказать. Позвольте мне прояснить. Ту точку зрения, с которой ты выступил, я абсолютно не принимаю. Я ее не разделяю. Как ты можешь представлять христианство и говорить такое? Я ничего не пытаюсь представить. Я лишь говорю то, что мне близко. И понятно. Та часть текста, которую вы процитировали, не входит в противоречие с тем, был ли он царем или нет. Единственное, что вызывает вопрос, это его возраст. Было ему 42 года, или он был моложе? Это ваш вопрос? Это вас смущает? Потому что вопрос о том, был ли он царем или нет, не проблема для вас? Если в Библии есть какая-то ошибка... Нет, нет, ответьте на мой вопрос. Хибра отошел, теперь ваша очередь, да? Ответьте мне, и потом я задам вам еще один вопрос. Позвольте мне прояснить. Эти два христианина высказывают противоположную точку зрения по обсуждаемому вопросу. И вы сейчас хотите предложить свою версию по этой проблеме, верно? Вопрос вот в чем. Является ли эта книга стопроцентным сохраненным словом Господа на все времена? Какая это версия? Библия Короля Якова. Если это истинное слово Господа, то в этой книге не может быть ни одного противоречия. Потому что человеку не может быть одновременно и 22 года, и 42 года. Значит, как-то сюда попала неправда. Я не буду спрашивать, сколько вам лет. К примеру, если вам 42 года, и кто-то скажет, что вам 22 года, это будет ложью или нет? Да, это будет ложью. То же самое произойдет, если вам 22 года, а кто-то скажет, что вам 42 года. Это тоже ложь. Поэтому я не могу искать спасение в книге, которая содержит такое. Я не принимаю вашу точку зрения. Вы не принимаете мои доводы? Доводы я принимаю. Но я задаю вам вопрос. Проблема для вас не в том, что он царь или нет. Вся проблема для вас — упоминание его возраста. Вам нужно разделять эти два момента. Я и разделяю их, но вы не о том сейчас говорите. Ответьте на мой вопрос. Я отвечаю. Проблема для вас не в том, что он царь или нет. Вся проблема для вас — упоминание его возраста, так? Я уже ответил на это. Если бы вы слушали меня, то уловили бы мой ответ. Но я повторяю снова. Он с самого начала задавал вам этот вопрос. Ответьте на него. Проблема в том, что если в этой книге есть хотя бы малое противоречие, неважно в чем, тогда эта книга не может быть словом Господа. Истинная книга Всевышнего не может содержать ошибок. Если возраст человека 22 года, тогда факт про 42 года — это ложь. Нет, здесь вы ошибаетесь. Вы говорите, что факты его возраста опровергают то, что он был царем. Я не говорил такой. Я ни разу не сказал так. Меня даже не заботит этот вопрос. Я никогда не оспаривал тот факт, был он царем или нет. Все, что меня волнует, есть в Библии противоречия или нет. Но вы все сами подтвердили.